Всем привет! В этом видео разберем приложение от Озон. Не так давно в Озон появился свой магазин приложений и на текущий момент здесь у нас три есть приложения. С первыми двумя сейчас быстренько пробежимся, потому что они достаточно простые, и на третьем остановимся чуть поподробнее. Первое это интеграция с ВК. Оно появилось буквально недавно совсем, сегодня 8 числа. Здесь я уже все настроил, подключил, как оно работает. Оно позволяет интегрировать ваш магазин Озон с сообществом ВК. Либо с существующим, либо с действующим. А дальше люди, которые в этом сообществе решат купить ваш товар, они могут здесь оформить этот заказ, не выходя из ВК. Потому что внутри ВК встроили мини-приложение Озон. То есть им достаточно один раз авторизоваться, и дальше они эти товары могут покупать прямо внутри магазина ВК. При этом для нас, как для селлеров, ничем это не отличается, потому что сам заказ оформляется точно так же, людям он доставляется точно так же. Просто это все вот такая, вот так вот бесшовно интегрировано с ВК. В общем, классная история. Настраивать супер просто. Заходим сюда, нажимаем там подключить, по-моему. Дальше выбираем, какой у нас вариант. Либо новое сообщество создаем, либо к действующему подключаем. Ну и в общем-то все. И потом остается только ваше сообщество настроить, потому что здесь нужно это все дело, короче, настраивать. И интеграция, она доступна с ограничением, по-моему, 20 тысяч товаров. Вот, но у меня товаров гораздо меньше, но и то система долго думает, вот на текущий момент перенесло только 9 товаров. В общем, классная для нас, для селлеров возможность появилась для того, чтобы продвигать наш товар в ВК, и для того, чтобы увеличить конверсию покупателей из ВК в заказ. Мы этим точно будем пользоваться, и через какое-то время я запишу новое видео и расскажу, как это все повлияло на продажу, сколько получилось сделать заказов из ВК, насколько хорошо получается аудиторию привлекать через ВК и так далее. Это точно штука подходит для тех, у кого какой-то определенный бренд или какая-то определенная категория товаров. Для вас это точно 100% то, что нужно. Но, опять-таки, другой вопрос, что нужно само сообщество продвигать и привлекать этих покупателей. Но это делается тоже несложно на стороне ВК. Все это доступно, все это открыто. Теперь перейдем к следующему приложению, которое необходимо для генерации описания карточки товара. Оно называется Топселлер. Здесь же тоже оно подключается. Нажимаем, выбираем подключить. Здесь нам доступно 100 бесплатных генераций на протяжении 30 дней. То есть это достаточно много и, скорее всего, вы за лимит не выйдете. То есть это более чем достаточно. Потом, когда 30 дней заканчиваются, у нас доступно еще 100 генераций. И так будет постоянно, до поры до времени, пока они не решат эту тему монетизировать. Как эта интеграция работает? У нас во вкладке изменения характеристик товара появляется вот тут вот в разделе аннотации кнопка сгенерировать Стопселлер. Вот мы туда нажимаем и дальше нейросеть на основе описания, характеристики и прочих данных, которые у вас в карточке есть, начинает генерить описание. Что по этому описанию могу сказать? Оно в целом ок. Если у вас много товаров, вам нужно быстро создать там много карточек или там не особо хотите заморачиваться с описанием, это точно то, что нужно для вас. Но тем, кто немножко более скруплезно подходит к этому вопросу, я скажу, что нужно прямо вчитываться, потому что здесь появляются какие-то факты, не совсем те, которые подходят для вашего товара. Плюс здесь появляются какие-то лишние слова или фразы, которые, как мы знаем, потом плохо влияют на стоимость рекламы, потому что реклама начинает показываться по каким-то лишним фразам, по которым ваш товар показывать не нужно. Поэтому вчитываемся, проверяем, где-то корректируем. Как основа, как база для описания, это вообще отличный вариант. Мы периодически этим вариантом пользуемся. И, в общем-то, потом просто корректируем, убираем что-то лишнее. Если вам не нравится итоговый вариант, можем сгенерировать еще раз, либо откатиться к тому, что было. В данном случае я оставлю то описание, которое у меня есть. Ну, если не нравится, просто выходим, не сохраняем. В принципе, здесь больше вообще никаких настроек нет. Здесь большой минус в том, что нельзя свой промпт настраивать для описания, прописывать, как именно я хочу видеть описание, сколько фраз, сколько символов, какие ключевые запросы должны быть. Вот этого всего здесь нет. То есть полностью делается все на автомате. И насколько оно ок-не ок, тут уже решайте сами. Еще раз повторюсь, для быстрой генерации описания вообще самое то. Потому что никуда выходить не надо, нажал и готово. Ну что ж, и третий вариант у нас идет уже для работы с изображениями. На нем мы остановимся поподробнее. Называется он 24AI. Вообще этот сервис я знаю давно. На самом деле мы им периодически пользуемся. Вот он доступен отдельно на сайте. И здесь вот мы видим те возможности, которые в принципе Озон, ну через Озон тоже нам дает. Тут очень сильно отличается царификация, потому что здесь это стоит от 300 рублей до 6000 рублей в месяц, а у Озона тариф 2.990. Поэтому тут надо вникать, смотреть в чем, какие ограничения есть, что за тариф такой на Озон. Но по возможности в принципе все то же самое. Как эта штука работает? Нам нужно зайти в приложение, выбрать вот этот сервис. Тут сначала нужно нажать на установить, там выбрать пробный тариф, если вам надо попробовать. Ну и дальше вот нажимаем запустить. У нас открывается интерфейс этого приложения, этого сервиса. В принципе вот как здесь же. И нам останется загрузить фотографию и решить, что мы с этим делаем. Тут есть несколько режимов. Это генерация фона, удаление фона, улучшение качества. Дальше расширение границы изображения, когда нам нужно как-то побольше сделать. Немножко задали, как будто бы изображение сфотографировано. И убрать какие-то лишние объекты с изображением. Давайте попробуем. Начнем, например, с улучшения качества. Вот выбираем этот режим. Я специально на компьютере сохранил изображение в низком разрешении. Вот я скачал фотографию. Видите, здесь разрешение низкое, качество низкое. Я сделал это специально. И давайте посмотрим, что нам выдаст этот сервис. Выбираем вот эту нашу картинку сгенерированную. Вот мы видим в низком разрешении. И давайте выберем, чтобы он нам сделал вот в таком режиме 2000 на 2000 пикселей. Нажимаем апскейл и смотрим, что у нас выйдет. Здесь мы с вами разницу сейчас, конечно, не увидим. Потому что экран сейчас не позволит передать эту всю историю. Но давайте мы это дело скачаем. И уже в скаченном режиме посмотрим, как оно поменялось. Значит, вот у нас то, что мы только что сделали. Здесь вот если увеличить, видно, что нейросеть что-то додумала, что-то дорисовала. Ну, как бы не самый идеальный вариант. Но, тем не менее, если так вот не присматриваться, как будто бы разрешение чуть выше. Сейчас вот еще раз давайте сравним с тем, что у нас было. Вот так вот у нас было получается. Вот. Но, тем не менее, вот я сейчас покажу вам вариант изначальный вот такой вот. И вы увидите, что здесь как бы качество-то было получше. Опять-таки, для каких-то вариантов, когда нам нужно что-то где-то улучшить, оно подходит. Но не для всех. Следующий вариант, который мы рассмотрим, это, наверное, самый популярный режим. Генерация фона. Выбираем тоже так же вот фотографию. Вот я возьму, например, вот эту. И сейчас мне этот сервис удалит все лишнее. Оставит только товар. Я вот хочу, например, этот товар сделать покрупнее. Как-нибудь вот так вот. Чтобы он побольше места занимал в карточке. Где-нибудь вот здесь вот я его расположу. И дальше могу выбрать заранее из готовых уже режимов. Вот вода, ванны, окраски, фрукты, дубаи. Вот такие вот есть режимы. Либо есть вариант, чтобы мы задали пронт самостоятельно. Сейчас и так, и так попробуем. Например, выберем вот кухню. Посмотрим, что он нам сгенерирует. Вот мы видим, нам сгенерировал фон. Достаточно прикольно, как я и хотел. Каменный стол. Какой-то фрукт. Вот на фоне вот такого вот в расфокусе у нас тоже что-то нарисовано. В принципе, смотрится уже интересно. Добавить еще несколько надписей, инфографику. И в принципе, почему бы нет, готовая картинка. И можно ее, в принципе, тестировать. Если нам не нравится, можем сбросить, отредактировать. Скачать эту фотографию. Можно тоже на компьютер сразу. Или есть вариант открыть в другом режиме этого сервиса. Ну и давайте еще один режим попробуем. Это генерация уже по моему запросу. По моему промпту, который я сам напишу. И давайте тоже напишем, что у меня, например, товар стоит на столе. Вот так вот разместим, чтобы композиция у нас как-то удалась. Разрешение тут все ок. Так, и так вот где-нибудь. И напишу вот следующее. Например, вот такой вот запрос. Я согласен, он далеко не идеальный. Не знаю, насколько меня сейчас нейросить поймет. Вот эта штука, я знаю просто, что для измельчения необходимо. Ну, давайте на примере зелени посмотрим, как он справится. Что нам он нарисует и какой даст финальный результат. Итак, давайте глянем. Вот такой вот у нас на выходе вариант. Смотрится на самом деле очень классно. В принципе, очень красиво все выглядит. Я вот хотел, чтобы вот здесь вот в тарелке более измельченная зелень была. Которую вот он выдает. Здесь вот видно, что он не совсем. Но в целом, короче, очень даже ок. То есть вот в такой вариант он смотрится красиво, интересно. Может быть, вот эту тарелку я бы убрал. Здесь бы какую-нибудь инфографику какую-нибудь еще разместил. А в целом это все можно тестить, можно размещать. Мне очень даже нравится. Итоговый вариант можем скачать на компьютер. Ну и, собственно, загрузить потом на Marketplace. Ну и давайте еще с одним вариантом познакомимся. Это когда нужно нам, получается, дорисовать границы. Ну сейчас, в общем, покажу, как это выглядит. Выбираем вот этот режим. Выбираем, например, наш вот этот получившийся вариант. И смотрите, что нам нужно сделать. Мы хотим, например, чтобы у нас немножко, немножко побольше получается изображение получилось. То есть вот эту часть я хочу дорисовать. Это может пригодиться тогда, когда мы из прямоугольной картинки, например, хотим сделать квадратную. Ну или вот как в моем случае, я хочу просто, например, товар, чтобы был с более дальнего расстояния сфотографирован. Поэтому вот так вот выбираем. Опять-таки выбираем, как у нас это все будет располагаться. Выбираем разрешение. Нажимаем на кнопку. И теперь сейчас нейросеть будет вот эту пустоту заполнять сгенерированным изображением. По идее, все должно получиться бесшовно, красиво. Ну сейчас посмотрим. Давайте глянем, что получилось. Вот так вот мы перетаскиваем. И смотрите, магия. Магия. Все получилось очень красиво, очень бесшовно. Вот здесь единственное, как бы немножко непонятно, вот тут вот что происходит. Но в целом, если не приглядываться, очень даже ок. То есть для каких-то элементов, где детали не важны, это даже очень хорошо выглядит. Посмотрите, вон тень как смотрится, доска как продолжается. Все прям классно. Вот здесь вот видно даже, смотрите, то, что была какая-то полоска вот тут вот. И он эту полоску тоже дорисовал. В общем, справился. Я считаю, что на 5 с минусом. Давайте так. Вот здесь вот элементы были сложные. Здесь как-то вот непонятно, что выдал. А так, в принципе, очень даже отлично. Ну что ж, вот такие у нас сейчас есть помощники, такие сервисы. Прямо внутри кабинета Озон. Я думаю, что в дальнейшем разработчики тоже будут эту историю активно продвигать. Будут появляться все больше новых сервисов, которые будут доступны прямо внутри кабинета. Ну а для нас с вами, для селлеров, это возможность быстро и просто работать с нашими карточками. Не переключаясь в другие сервисы, не создавая там каких-то аккаунтов. Не заморачиваясь, может быть, с какими-то платежами в тех сервисах, где, например, платежи недоступны из России. Поэтому такая удобная получается штука для всех. Все с этого выигрывают. Единственное, по тарифам, лишь бы все было тоже для нас также доступно. Ну а на этом все. Подписывайтесь и следите за новыми видео. Пока.